Все пошло не так. Все пропало, все пропало. Этими простыми словами можно характеризовать все события прошлой недели, связанные с вероятным вторжением России в Украину. Хотя Великая Духовная продолжала стягивать к нашим границам войска и технику. Российских десантников начали перебрасывать в Украине и в Беларусь. Доказательством служит видео. На нем запечатлен железнодорожный состав, который перевозит военную технику. Видео, как утверждается, было снято в Брянской области. А кремлевские пропагандисты бесновались в эфире, как подстрекатели перед уличной дракой. Вторжение! Вторжение! Наши союзники не забились в угол, дрожа от страха и поджав хвосты. А наоборот, продолжили активную поддержку Украины. США передали Украине близко трех сотен ракетных комплексов. Велика Британія передала Збройным силам Украине чергову партію військового озброєння. И судя по всему, то ли и что будет. Литва, Латвия и Эстония в рамках військовой допомоги нададут Украине противоповітряні та протитанковые ракеты. Канада виділить Україні майже 40 млн доларів гуманітарної допомоги, передасть нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам. Чехія готова надати допомогу Україні не лише зброєю, а й військовими. Данія вирішила виділити Україні гроші. На сектор безпеки йдеться про ще 22 млн євро для України. І навіть Германія. Офіційний Берлін обіцяє передати Києву 5 тисяч захисних шоломів. Вдобавок до цього своє веске слово сказала Турція. Продолжаємо призвати і Росію, і Україну вести себе конструктивно і здержанно. Но Турція буде виконувати требования членства в НАТО. О яких именно требованиях йдет річ, турецкий лідер Реджеп Таїп Радаган пока умолчав. Ну а как ми помним, именно Турція, которая поддерживала Азербайджан во время недавній войны в Нагорном Карабахі, здержала Кремль от запуска своих лап в лице ОДКБ в Армінію. А що касається України, сам Ердоган не раз поддерживав нашу территоріальну целостність і открыто называв захват Крима аннексією. Ми не підтримуємо незаконну аннексію Криму. Ми повністю підтримуємо і будемо підтримувати суверенітет України, включно з Кримом. Слава Україні! Слава України! Слава України! Видя такой геополитический расклад, кремлівські марионетки заметно запаниковали. На Україні, помните, мы вспоминали уже про самолеты, про тонны, оружие і так далі, ну, все продолжається. Із нею делают, простите, пороховую бочку. Всю неделю пропагандисты визжали, мол, це не РФ, а, внимание, Україна готовиться напасть. Почему це оружие сразу всплывает на Донбассе? То есть, вони к чому і кого готовять? Ну, ясно же, що Київ готовить мощну на атаку на Донбасс. Единственным радостным, на первый взгляд, событием для Кремля стал ответ США і НАТО на так называемый ультиматум России. Особо в РФ глумились над тем, що письма в МИД доставив лично посол Штатов. Тот факт, що письмо із Вашингтона в российський МИД привез лично посол Штатов Джон Салливан, вже говорить о многом. Очевидно, Салливан приїхав в МИД РФ, щоб ще раз лично щелкнуть по носу взорвавшогося Лаврова. Американский дипломат пробыл в Министерстве іностранних дел около получаса. Слишком долго для простой передачи бумажних конвертов. Но достаточно, щоб озвучити некое устное сообщение, которое курьеру не довериш. І хоча полное содержание ответов США і НАТО засекречено, уже і так понятно. Плясать под дудку Кремля мир не собирается. Ми чітко обозначили наши основные принципы, которым ми намерены следовать і защищать. А не включають сохранення суверенитета і територіальні цілостності України. Така позиція США і НАТО стала для Кремля настоящим нежданчиком. Вот це поворот! І пока там думають, як тепер викручиватися із неудобного положення, марионетки запели нову песню. Современне оружие США і Європа на Україну не поставляють. Там поставляється тільки старий хлам, всякі бронетранспортеры старі і автомобіли старого образцца. Кроме як биполярочка це не назовеш. Також нелепо звучали насмешки над тем, що гривна падає на фоне новостей про евакуацию западних дипломатів із України. Вашингтон офіціально приступив к евакуації своїх граждан із України із-за предстоящее вторження Путина. Нелепо, потому що рубль пробив куда більше дно і обвалився до минимума с ноября 2020 року. Национальна валюта уже несколько днів подряд дешевеєт по отношению к доллару і евро. Центробанк объявила приостановки покупки іностранной валюти з 15.00 для спасення рубля. А в журнале Форбс вже подсчитали, що за январь 76 російських мільярдеров потеряли суммарно почти 28 мільярдів доларів із-за падення стоимости акції. На цьому фоні байки пропагандистів, що все хорошо, выглядит настільки неубедительно, що в них вже не верят даже боєвики на Донбассі. І на цій неділе заныли, що не мешало би і їм оружіе підвезти. Нам потрібна технічна необхідність протистояти тому оружію, тому железу, яке поступає, тому що слабі точки все рано залишаються. К чому цирк, непонятно. Ведь всім і так звісно, що РФ регулярно поставляє оружі і боєприпаси на оккупуваний Донбасс. Видимо, террористам настільки страшно, що вони захотели публичних гарантий, що так называємий «большой брат» їх не бросят. Ідею об офіційних поставках оружія в Ордлу горячо підтримали некоторые депутаты Госдуми. Ми обращаємся к руководству нашій країни, оказати допомогу Луганській і Донецькій республікам в виде поставок і воєнних продукцій. І що ж відповідає руководство вашій країни? Єві позиції, ми являємося сторонниками безусловного виконання Минських договоренностей. Надо ж! Ви про договоренности вспомнили? А що там з офіційним признанням молодих і свободних республік? Об цьому ж тож просили в Госдумі. В парламент внесен проект обращення к президенту о признании неподконтрольних Києву территорий Донбасса. Вопрос о признании, он должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад, заставить Київ, выполнять Минский договоренностей. Поясняю. Так обтекаемо Лавров сообщил о том, что пока РФ не собирается официально признавать недреспублики, ведь это грубое нарушение Минских соглашений. А драконить Запад еще больше в Москве бояться. Но все же продемонстрировать, что РФ в ответе за тех, кого оккупировала, нужно. Поэтому в Кремле придумали гениальный план. Правда, он вряд ли обрадует ура патриотов русской весны на Донбассе. Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию. То есть люди на оккупированной территории, получившие российские паспорта, которые так щедро раздавала РФ, будут призваны в армию России. А они-то думали, что просто смогут пользоваться благами, как полноценные граждане. Российские паспорта раздавали, чтобы пополнить запасы пушечного мяса. Это вам не дурака валять в так называемых армиях ДНР и ЛНР, а на полном серьезе участвовать в военных операциях, скажем, в Сирии, и гибнуть во имя имперских амбиций царя всея Руси. На фоне массовой истерии и безумства, творящихся в РФ, абсолютно неожиданной стала новость в конце прошлой недели. Кремлевские СМИ заявили, что Россия частично отводит войска. Масштабная плановая проверка боеготовности завершилась в Западном военном округе. Как уточнили в Минобороны, все задачи выполнены успешно, и сейчас войска возвращаются в пункты постоянной дислокации. Конечно же, расслабляться пока рано. Да и все мы знаем, что грош цена обещаниям Москвы. Но, возможно, кто-то в Кремле в кое-то веки оторвался от глобуса, рассматривая, чтобы еще захватить, выглянул в окно из своего кабинета и увидел. Перспектива того, что ковид выкосит россиян, куда вероятнее, чем мифические американские ракеты. Заболеваемость перешагнула порог в 100 тысяч человек за сутки. По данным Росстата, за прошлый год в России от ковида умерли около полумиллиона человек. Что интересно, в 2020 году смертность была в три раза ниже. И это при том, что в РФ тогда не вакцинировали людей фуфломицином, гордо именуемым «Спутник Ви». Чего так не любят нас? Ну вот теперь, ну, казалось бы, уже вроде бы давайте вместе спасаться. Вот вам вакцина. Не берут, не хотят. Еще и грязью ее поливают. Кстати, с Кобеевой, которая так рьяно защищала эту бурду, «Спутник Ви» тоже не помог. Вместе с муженьком она тоже заразилась коронавирусом. Сегодня впервые буду вести нашу любимую с вами программу с положительным тестом. Утром был вынужден себя изолировать. У Ольги, как вы могли догадаться, тоже положительный тест. Не обошел ковид стороной Кремль. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на днях тоже пожаловался на массовое заражение сотрудников администрации президента РФ. И там, видимо, тоже не очень-то верят в надежность российской вакцины. А иначе не додумались бы дезинфицировать, внимание, снег. Перед приездом президента РФ в Санкт-Петербург. Посмотрите внимательно на эти кадры. Это Владимир Путин приехал почтить память погибших в 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. На скорбные мероприятия собрались тысячи родственников погибших и даже блокадники, дожившие до наших дней. А где же они, спросите вы? Да вон, за забором. Покорно ждут, пока царь пройдет. В этой фотографии вся наша Россияния 2022 года. Вот он идет, фараон впереди. А вон там за решеткой россияны обыкновенные. Российские власти, конечно же, стали оправдываться, мол, карантинные меры безопасности обязывают, но все же понимают, что это отговорки для бедных. Очевидно же, что холопам решили в очередной раз указать их место. И убрали подальше, чтобы не путались под ногами. А то, глядишь, начнут докучать вопросами, когда пенсии нормальные будут, когда перестанем есть с помоек, работать за три копейки и бояться собак. Да-да, вам не послышалось. Пока на Киселев ТВ пугают войной с Америкой, в российских городах объявляют чрезвычайную ситуацию. И нет, не из-за угрозы Запада, а из-за бродячих псов. Из-за большого количества обращений колымчан в Магадане будут отлавливать безнадзорных животных. И если бы речь шла только о Магадане, то это можно было бы назвать проблемой одного конкретного города. Но нет же. На этих кадрах с камер видеонаблюдения стая собак нападает на женщину в Якутске. У меня на ребенка напали возле подъезда. Возле подъезда. Собака подлетела вот так вот. Она упала лицом, за сапог схватила. А что же российские власти? У нас болит душа за все, что происходит сейчас на Украине. Ах, точно. Спасибо, что напомнили. Ну а россиянам только и остается, что кричать. Пусть помогли! Ведь куда проще, чем решать проблемы своего народа, ругать артистов из соседнего государства. Батько наш, Бандера. Это выступление украинской звезды Верки Сердючки куда больше возмутило российских пропагандистов, чем смерти собственных граждан от ковида или нападение бродячих собак. Но мы же забыли, как они пели песенку «Раша Гудбай», да? Чтобы вообще его близко не было нигде в России. И чтобы за границами России никто из русских никогда не ходил. Этому подонку ни копейки не давал. И вот в этом вся страна-парадокс под названием «Эрефия». Им гораздо проще следить за украинскими артистами. Считать количество оружия, которое нам поставляют союзники, вопить про заговоры Запада, чем просто на секунду остановиться и посмотреть, какой бардак творится у них самих за окном.